Серьезные беспорядки произошли в Донецке. Накануне вечером город стал ареной столкновений между сторонниками и противниками киевской власти. Здание областной администрации несколько раз переходило из рук в руки. Сегодня утром его взяла под контроль милиция. Более 70 пророссийских настроенных демонстрантов задержаны. Сообщается и о задержании Павла Губарева, народного губернатора, которого назначили на этот пост сами жители области. С места событий Александр Ревунов. Здание облсовета Донецка вечером переходит в руки народа, а ближе к утру его занимает милиция. По этому сценарию развиваются события последних дней на Донбассе. На шпиль вернулся флаг Украины. Аппарат администрации сегодня основательно подготовился к обороне. Здание областного совета в плотном кольце сотрудников милиции. На них усилена амуниция, щиты, каски. Такое впечатление, что сюда стянут весь личный состав сотрудников правопорядка Донецка. А сам вход заблокирован тяжелой техникой. Кроме того, на подступах к местному парламенту стоят люди в гражданском. Они не пускают граждан к облсовету и предупреждают об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Но активисты ополчения Донбасса ищут лазейки и все равно идут на площадь. Они не понимают, что они делают. Сейчас они спровоцируют народ на то, что сейчас места мало будет. У нас был сейчас мирный протест. Но если они сейчас вот такое будут делать, то места олигархам здесь не будет вообще. Руководство регионального управления внутренних дел сообщило о массовых задержаниях активистов народного ополчения. Почти 70 человек дали показания по ночным и вечерним событиям. Нам возбуждено уголовное производство по статье 341, по которой предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. Мы сейчас создали группу следователей. Проводим с теми гражданами, которые были доставлены в органы внутренних дел, следственные действия. Я думаю, будет дана оценка каждому из этих участников. После оформления протоколов активистов отпустили, зато несколько часов было неизвестно о местонахождении народного губернатора Донецка Павла Губарева. Говорилось, что якобы он уже арестован следователями СБУ Украины и дает показания. Сам Павел заявил, что его никто не задерживал и кто-то специально распространяет эту информацию. За себя лично уже не боюсь. Боюсь за то, что наш протест будет обезглавлен и слит. Вот этого я действительно боюсь. За квартирой Губарева ведется наружное наблюдение. Свою семью, жену и троих детей он прячет в безопасном месте. С другими лидерами народного ополчения связывается по скайпу. Говорит, есть поддержка среди мэров шахтерских городов. Мы должны в нашу сторону ситуацию преломить. И тогда, я думаю, установление народной власти ждет нас на всей территории Донецкой области. Вне зависимости от позиции силовых структур, исполнительных органов власти, независимо от позиции отдельно взятых олигархов, они сегодня ничего не решают. Спустя несколько часов после этого интервью сотрудники службы безопасности Украины все-таки арестовывают Павла Губрева. Об этом сообщили его друзья и соратники. Куда увезли народного губернатора, пока неизвестно. Прекратите снимание. Я запрещаю проведение съемки. Александр Ревнов, Андрей Куцов, Михаил Шум. Вести. Донецк. Украина. Сергей Тарута, которого никак не хотят признавать жители Донбасса, губернатор, выбранный Киевом из украинского списка Форбс. Еще один миллиардер Игорь Коломойский назначен руководить Днепропетровской областью. Судя по всему, именно на них выбор пал не случайно. В свержении конкурирующей олигархической группировки Януковича эти люди сыграли не последнюю роль. Только теперь жители вверенных им областей опасаются, что состоятельные назначенцы Майдана, стоявшие у истоков украинской коррупции, едва ли пожертвуют личными интересами во имя общественных. О том, как страна переходит от одних олигархов к другим, пока на площади гибнут люди, Евгений Рожков. Горящий привет с Евромайдана. Активисты сжигают чучело нового чиновника-олигарха. Ведь именно на них ставит пришедшая власть. Раздает посты и регионы будто бы вотчины для кормления тем, кто был на их стороне и спонсировал переворот. Майдан же добивался люстрации. Очищение власти пока происходит обратное. Донецк не захотел принимать назначенного Киевом главу администрации Сергея Таруту. Олигарха с состоянием в 2,5 миллиарда долларов и занимающего восьмую строчку в украинском Форбс. Тогда Тарута стал проводить свои встречи тайно с местным бизнесом и местными конфессиями, уговаривая не замечать протестов. Сегодня в основном провокации заказные. Люди за деньги приходят и сегодня людей агитируют, причем агитируют за деньги. И это большой грех. И у нас идет грубейшее нарушение закона. Мы должны работать все в законодательном поле. По информации регионалов деньги действительно идут, но как раз на противоположное. Олигархи, назначенцы пытаются купить всех и все. И раньше представители олигархов возглавляли регионы. Сегодня это просто вот они лично возглавляют регионы. Ну и настораживает то, что они приглашают, создаются специальные подразделения. Они сами их финансируют. И существуют угрозы для тех активистов, которые сегодня проводят митинги, выступают на этих митингах. Сергея Таруту в Донецке хорошо знают, как и многие коллеги. В 90-е он сколачивал капитал, объединяя, поглощая и перекупая конкурентов. Так появилась мегаимперия, индустриальный союз Донбасса. На почве газовых поставок Таруте удалось особенно сблизиться с тогдашним премьером Юлией Тимошенко. Их связывал и общий бизнес, и общее судебное разбирательство по поводу убийства общего же партнера Евгения Щербаня. Теперь Юлия Владимировна снова на коне, а значит про дела можно забыть и Сергею Таруте, и Игорю Коломойскому. Я даже не сказал, что я дал согласие, я дал предложение. То есть я предложил, давайте в Днепропетровск. Я поеду губернатором, и как-то это успокоит всех. Фигурант сразу нескольких уголовных дел, владелец 4 миллиардов долларов империи под названием «Приват», имеющий израильское гражданство и уютную виллу на берегу Женевского озера, где он до этого и проживал. Все они давно уже живут не в этой стране. Допустим, господин Коломойский честно озвучивал о том, что он из второго гражданства Израиля. Скажите, пожалуйста, как можно назначать губернатора гражданина иностранного государства? О жестоких нравах Коломойского слава идет давно. Но после его конфликта с российским бизнесменом Максимом Курочкиным, бизнесмен сначала был арестован, а потом расстрелян снайпером. Дело закрыли. Затем люди «Привата» были замечены при рейдерском захвате сталелитейного завода в Кременчуге. Но и это сошло с рук. Возможно и потому, что «Приватбанк» открыто финансировал еще президентскую компанию, все той же Юлии Тимошенко. Теперь, чтобы «Оранжевый» любой ценой вернулись к власти, еврей Коломойский решил финансировать откровенно националистическое движение «Правый сектор». И, похоже, все-таки добился своего. То есть фактически в Киеве произошел олигархический переворот. Те, кто не мог договориться с неуступчивой, не желающей делиться властью Януковича, объединились и просто скинули ее. И все действующие лица хорошо известны. Господин Порошенко, который публично и постоянно поддерживал во всех позициях данные действия, Пинчуг, оказались в ситуации, что им нужно или погибать, или каким-то образом менять эту ситуацию. То есть фактически они пошли в обанк. Петр Порошенко – владелец рупора революции Пятого канала. Его еще называют «шоколадный король». Перед событиями в Крыму он пытался купить за конфеты благосклонность местных жителей, закатив там шикарные презентации. Не получилось. А вот в Киеве, да, свою долю вложил и любитель искусства, и владелец телеканала ICTV, миллиардер Виктор Пинчук. Общую истерию потом поддержал и телеканал «Интер», контролируемый Дмитрием Фиртышем. Последним столпом, подпирающим власть Виктора Януковича, оставался самый богатый человек Украины – Ренат Ахметов. Но после кровавого ночного разгона студентов на Майдане, и он, доселе молчавший, осудил силовой вариант. Вот тогда кресло под старой властью действительно закачалось. Похоже, власть новая, перетасовав набор олигархов, теперь наступает на те же самые грабли. Активно делит портфели, успокаивая Майдан. В новом правительстве есть ваши люди. Бывший слесарь из автосервиса, теперь министр молодежи Дмитрий Булатов. А журналист-разоблачитель Татьяна Черновол – уполномоченное правительство по вопросам борьбы с коррупцией. Вот только медсправки у нее, а как оказалось, никто не спросил. Согласно ей, она состоит на учете в психиатрической лечебнице с подозрением на шизофрению. Майдан тем временем стоит и не расходится. Он оставил за собой право не просто критиковать новую власть, но и поменять, если проштрафиться. Штрафные очки накапливаются стремительно быстро. Евгений Рашов, Александр Боткин, Михаил Девяткин, Егор Долинский. Вести. Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова